Участники и лауреаты скромно ждут в фойе своей минуты славы. В первый раз фестиваль преодоления прошел более 20 лет назад. Сегодня это уже добрая традиция. В смотре талантов соревнуются омичи самых разных возрастов. Некоторые пробуют себя впервые, с другими организаторы и жюри знакомы давно. Но всех этих людей объединяет творчество. Оно помогает справляться с недугами по здоровью, преодолевать ежедневные трудности и делиться своим талантом с окружающими, рассказали участники. Я не считаю никогда, что это люди с какими-то ограничениями здоровья. Потому что сам такой человек. Я борюсь просто. Это мое лекарство. Выступаю в номинации «Вокал». Уже два раза посчастливилось быть лауреатом здесь, на этом конкурсе преодоление. Очень интересные, очень такие, особенно, незабываемый, конечно, первый раз, когда ты выходишь на незнакомую сцену. В этом году я участвую в вокале и в инструментальном исполнительстве. Попутно с тем, что пою, балуюсь еще так различными инструментами. В этом году это на блокфлейте пьеса. И какими инструментами вы владеете? Ну, мне пришлось в юности в различных, скажем так, любительских, полупрофессиональных коллективах играть. В основном урок направления. Как в Омске, так и по Западной Сибири. Ну, это попутно получилось и бас-гитара. В основном у меня там было попутно немножечко клавиши. Ну, а дальше уже потом освоил уже сам мелодику, духовую, блокфлейту. Дмитрий и Роман – аккордеонисты. Оба не видят. Но это не помешало ребятам освоить музыкальный инструмент, сыграться дуэтом и получить высшую награду – Гран-при фестиваля. Мы стремимся к одному и тому же. У нас одна цель. Мы – ансамбль. И всегда чувствуешь отдачу, всегда чувствуешь энергетику ансамблистов. Мы всегда стремимся к целостности, чтобы наши инструменты слились в одно целое, чтобы подарить слушателю радость. Мы должны именно достичь вот этого вот слияния. В Омской области сегодня живут 13 тысяч детей с особенностями здоровья. Из них только 3 тысячи ребят посещают школы дополнительного образования. Поэтому фестиваль «Преодоление» для таких особенных участников – почти единственная возможность заявить о себе. Определиться с победителем всегда непросто, рассказали судьи. Виктор Шамонаев в составе жюри фестиваля уже не первый раз. Оценив творчество 32 коллективов, участники голосования долго спорили, кто достоин главных, а кто второстепенных номинаций. По сравнению с прошлым годом до старшей степени возрос – это, во-первых. Во-вторых, огромное количество одинаково талантливых, одинаково одаренных детей. Поэтому, сами понимаете, выбирать из достойных лучшего – это всегда сложно. Всего в творческом смотре талантов приняли участие более 300 человек. Они соревновались в вокальном, инструментальном, режиссерском и танцевальном мастерстве, декоративно-прикладном творчестве. Кроме того, участники фестиваля побывали на спектаклях в Омских театрах и посетили экскурсии в развлекательно-познавательном музее Джоульпарка. Любовь Федорова, Андрей Кузьмин, Антенна-7.